Уверен, в эти дни во многих семьях мужчины ломают голову над тем, как закрепить живую ёлку. С искусственной это всё понятно, у неё уже есть крестовина. Хочется, чтобы подставка была красивой и устойчивой, особенно если в доме есть маленькие дети. Вот-вот, поэтому и ломают голову. Но мы сегодня призвали на помощь дизайнера Ольга Юргенсон, основатель студии дизайна и интерьера Рубик, поможет нам сегодня соорудить прочную и оригинальную подставку для ёлки. Доброе утро! Доброе утро! Какой материал лучше всего подходит для основы и сможет удержать ёлочку? На самом деле можно использовать старые доски, либо можно взять подставку из-под донов. Но всё зависит от того, какой материал на данный момент есть в наличии дома и каким инструментом вы располагаете. В нашем случае у нас был пень, и мы соорудили из него вот такую подставку. Пень. Вот вы взяли пень необработанный, насколько я понимаю, да? И чем-то начали обработать. Вот давайте про инструменты поговорим. Что нужно? Для обработки пня нам понадобилась болгарка. Болгарка. Есть такой инструмент, да? Для того, чтобы снять верхний слой. Кору. Кору, да. И, ну, может быть, грязь какая-то, если была на древесине, легче её снять, чем пытаться как-то вывести. Чем просверливали такую широкую? С помощью шуруповёрта и перьевого сверла. Ничего себе! И девушке это под силу. Ну, да, но всё-таки... Мужчины ломают голову, поэтому мужчины и будут сверлить. А шлифовали чем-то, потому что очень ровные края. Ну, это болгарка и шлифовали, да. Что ещё? Ну, кисти, я так понимаю, краска. Ну, да, чтобы придать ему какой-то более праздничный вид, мы использовали краски и там полочные кисти. Наносили узоры с помощью трафаретов. Мы видим, что пень ещё не доделан, да, то есть он ещё в процессе преображения. Я хочу показать телезрителям, вот такие вот должны получиться у нас снежинки, да, они краской нарисованы. Да. И сейчас мы будем заниматься волшебством. Давайте будем доделывать. Волшебством. Что нужно делать? Наносить рисунок мы будем трафаретной техникой. С такой техникой справится любой человек, у которого нет специального художественного образования. Конечно. Мы уже есть готовый трафарет, и можем наносить краску. Давайте, я попробую. Да, держите, вот краска. Ух ты, я первый раз вижу такую кисточку. Я не художник, конечно. А просто, вот просто закрашиваю, да, и больше ничего не нужно делать. Просто, да, вот такими вот движениями. Проще некуда. Что еще можно помимо снежинок? Любой трафарет можно вырезать, да? Да, можно сделать любой трафарет. Можно было бы сделать символ петуха, но это будет актуально только в этом году. А если мы захотим использовать подставку в следующем году, то это будет уже не актуально. Поэтому мы выбрали более общие символы. Новогодний стиль. Ну, в принципе, деревенский стиль, он ведь актуален, может быть, и в следующем году. Стиль кантри. Стиль кантри, да. Оля, какие еще виды подставок необычных можно использовать, можно сделать своими руками в домашней обстановке? Ну, если говорить о самом простом способе изготовления подставки, то можно сделать подставку из пластиковых бутылок. Ну, с этим справится даже ребенок лет семи, я думаю. Мы можем показать пример. Давайте. Пятилитровую бутылку берем. Террицит, да. У нас была пятилитровая бутылка, мы ее разрезали напополам и вот так вот перевернули верхнюю часть. Это была бутылка поменьше, она нужна для того, чтобы прочно зафиксировать ствол дерева. То есть мы ее вставляем вот сюда. Так, все просто. И сюда будет устанавливаться дерево. Чтобы бутылка не перевернулась, ее можно засыпать песком, либо камнями. Камни положить, да? Да. Если камней, либо песка не найдется, можно налить туда воды. Это будет актуально для живой ели. И чтобы это выглядело более, так скажем, как-то эстетично, да, можно задекорировать текстилем. Такой чай-кульчик сшить. Либо мишурой. То есть у нас был вот такой вот лоскоточек, мы его использовали. Здорово. И ничего не видно, тоже в принципе выглядит как такой пенечек. Так, тем временем я все сделал. Снимаем, да, бумагу? Да, можно снимать. Так, аккуратненько. Аккуратненько. У меня нет ногтей. Ир, помогай. Ну-ка будем зацеплять. О. Так. Удалось. Вот какая красота, хочется сказать. Даже не вышел. Это не вся красота. Здесь вот у нас еще осталось кое-что. Так. Берем. Ну что? Кто скажет, что я не художник, а? Ты настоящий волшебник, Дима. Просто у нас пенек сказочно получился. А я и не буду спорить, Ольга, спасибо большое. Очень интересно. Очень интересно. И я его себе заберу. А я вот это вот тогда. С наступающим вас Новым Годом. Спасибо и вас. Приходите еще.